всем привет в этом видео мы с вами сравним звучание основной линейки варганов мастерской ильдара гемодиева и бонусом поиграем на латунном варгане на том самом варганчике который стоит сущие копейки и которые есть практически везде сравнивать мы с вами будем сегодня только лишь звучание потому что звук я еще могу передать через личку до через камеру могу изображение передать а вот вибрацию от варгана непосредственно я передать никак не могу только лишь через свое субъективное ощущение которое еще раз подчеркну является моим личным субъективным но здесь нужно понимать одну главную вещь чем выше частотность варгана тем слабее вибрация и чем ниже басове варган тем вибрация будет ощущаться сильнее сравнение сегодня будут участвовать варганы в строе нот 432 герцах хоть и мировым стандартам является строй нот 440 герц но в мастерской ильдара гемодиева по дефолту варганы делаются в 432 поэтому если вам нужны варганы строй нот 440 или 528 или 444 в некоторых случаях то важно это указывать при заказе потому что если вы это не укажете то вам придет варганчик 432 герц и так какие же варганы мы с вами будем сегодня сравнивать я пойду от самого высокочастотного к самому басовому в первую очередь это варган махаббат что в переводе с татарского любовь но то не в следующем очереди идет варган тесла но то фа варган лист в ноту не фрактал в ноту р или до диез цветок жизни в ноту ля или соль диез спираль в ноту до или ля диез огонь в ноту ля или соль диез ну и тот самый бонусный латунный варганчик я буду использовать разные техники игры на варгане от простого к сложному ну и начнем с самого простого это бой без вдоха и выдоха артикуляция с дыханием айя ойя айя ойя 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 Турбодыхание. Космодыхание. Сжимание язычка на ускорение. Сжимание язычка на ускорение. Ну и в заключение поделюсь с вами своим субъективным опытом. Варганы высокочастотные. На них удобно играть быстрые ритмы, но при этом они дают такую слабенькую малую вибрацию. А вот варганы басовые, тяжелые, такие как огонь. Они вроде бы по вибрации и сильные, но на них быстро играть тяжеловато. Ну и отдельно по латунному варганчику вы сами все слышали, во-первых. А во-вторых, язычок у него мягкий, поэтому он такой своеобразно глуховатый, мягкий. Ну и, конечно же, я не хочу сказать, что это плохо. Это индивидуальное ощущение. Кому-то, может быть, нравится, но звучит он, послышали, как. То есть разница ощущается. На этом все. Делитесь своими впечатлениями. Как вам такой формат? Если нравится, я могу сравнивать отдельные варганчики между собой. Уже более качественные, более глубоко используя дополнительную аппаратуру и измерительные приборы. Пока.